МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ноябрь-декабрь 2022 года ФМБА озвучило новую дату ввода детской плеклиники в эксплуатацию. Каркас здания планируется орудить уже к декабрю 2021-го. Новый подрядчик приступил к работам. К 24 апреля будет готова техническая экспертиза и оценка состояния объекта. Подробнее о ходе строительства смотрите далее. Строительство детской плеклиники в Сарове – вопрос, который держат на контроле на всех уровнях власти. Отставание от сроков и последующий замороз к работ вызвали негативную реакцию со стороны горожан. Пожалуй, больше всего во всей этой ситуации Саровчан возмущало, что старую поликлинику закрыли, не дождавшись постройки новой, и срыв сроков лишь добавил масла в огонь. Однако, как заверили представители ФМБА и клинической больницы номер 50, на то были веские причины. Здание на монастырской площади передавалось в рамках все-таки программы возвращения уникального памятника архитектуры Свято-Успенского монастыря в рамках большой программы. Поликлиника находилась не в хорошем состоянии. Во-первых, там она требовала капитального ремонта, эта поликлиника старая, на проспекте Мира. Эта поликлиника была далеко от подъездных маршрутов. Тогда было принято решение провести капитальный ремонт в здании на Октябрьском проспекте и перевезти туда педиатрические участки. Объемы медицинской помощи не упали. С конца прошлого года по вопросу строительства проходили совещания на уровне полупредства и ФМБА. Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Найден новый субподрядчик. Чтобы оценить состояние объекта, в наш город прибыла делегация из Федерального медико-биологического агентства. Представители ФМБА встретились с руководством администрации, городской думы, ядерного центра и клинической больницы номер 50. Это знаковый для агентства объект, который находится лично под кураторством руководителя агентства Вероники Игоревны Скворцовой. Вероника Игоревна является членом попечительского совета по Дивеевскому кластеру. Соответственно, этот объект входит в одну из составной части и находится на контроле и полупредства по Приворскому федеральному округу и в рамках реконструкции Дивеевского монастыря. Напомним, после решения передачи старой поликлиники на мир и церкви начались проектные работы по новому зданию. В 2019 году заключили контракт на проведение строительно-монтажных работ. И в соответствии с первоначальным графиком объект должны были сдать в августе этого года. Но по ряду причин сроки сорвались. В этом виноваты и пандемии, за которые въезды нагородней в город запрещали, и экономические трудности, с которыми столкнулся субподрядчик. Из-за этого контракт с ним генподрядчик Расторг. Сейчас мы нашли полное понимание в рамках данного проекта. Первое. На уровне полупредства подписана очень детальная дорожная карта по возобновлению строительства данного объекта. Две контрольные точки. Первое. Это ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлен в ноябре-декабре 2022 года. В декабре 2021 года мы планируем полностью возвести каркас здания. Сегодня заключен договор подряда на строительство к работам на строительной площадке приступили 13 апреля. Рабочие расчищают территорию после зимы. Затем до 24 апреля специалисты должны провести техническую оценку конструкций, которые уже возвели ранее. И в зависимости от состояния присутствующего на стройплощадке объема выполненных работ, уже с 24 апреля у нас начинается полноценная работа по началу, по сути, строительства данной поликлиники. То есть стройплощадка к 24 апреля будет укомплектована всеми необходимыми временными строительными сооружениями. К этому сроку площадку полностью укомплектуют техникой, строительными материалами и рабочими. Строители будут работать две смены. Деньги на работу выделены в полном объеме. Причем, по прогнозам специалистов, отставание от графика не должно привести к увеличению финансирования. Чистые игры пройдут в Сарове 23 апреля в 16 часов на озере Боровом. Это командное соревнование по сбору мусора с элементами экологических квестов. Принять участие могут все желающие в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо собрать команду от 3 до 7 человек и до 20 апреля зарегистрироваться по ссылке в группе Молодежного центра ВКонтакте. Подробнее по телефону 99108. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 15 апреля до 1 июня будет ограничено авиасообщение между Россией и Турцией. Турооператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию на этот период. Туристы, которые сейчас находятся в Турции, могут как продолжить отдых, так и прервать поездку и вернуться раньше срока. Рейсы для возвращения в Россию будут доступны для граждан. Туристам, которые планировали вылететь в Турцию в период с 15 апреля до 1 июня, рекомендуют по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние даты. Тех, кто уже приобрел туры в Турцию на период после 1 июня, будут оперативно информировать о текущей ситуации. Также с 15 апреля по 1 июня будет остановлено авиасообщение Станзанией. Минпросвещение утвердило порядок выдачи аттестатов. В этом году соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Тем школьникам, кто не планирует поступать в ВУЗ, для получения аттестата нужно будет успешно сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Одиннадцатиклассникам, поступающим в ВУЗ, аттестат будут выдавать после набора на ЕГЭ по русскому языку количество баллов не ниже минимального. Как и в прошлом году, выпускник может попросить школу выслать аттестат по почте, если не может забрать его лично, либо прислать электронную копию документа. Напомним, основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный с 12 по 17 июля. Государственный выпуск на экзамен участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные 13, 17 июля и с 3 по 15 сентября. С 20 по 27 апреля Саров присоединится ко всероссийской акции «Весенняя неделя добра». Это будут экологические благотворительные акции, мероприятия ко дню донора, акции помощи приютам для животных и множества других активностей в сфере добровольчества и взаимопомощи. Принять участие в «Весеннюю неделю добра» в Сарой может любой желающий. Делайте добрые дела и рассказывайте о них в социальных сетях с хэштегом «Недель добра Саров». Самые активные участники получат благодарственные письма. Наказать по всей строгости закона или закрыть глаза на нарушения парковка на газонах, детских площадках и тротуарах запрещена. Но автолюбители нарушают правила, оставляют свои машины в неположенных местах. В итоге грязь с газонов разводят по всему двору. Повлиять на ситуацию можно. Как привлечь нарушителей к ответственности, расскажем в следующем репортаже. 163 штрафа в прошлом году выписали любителям парковаться в неположенном месте. Водители, которые оставляют автомобили на газонах, площадках и тротуарах, нарушают правила благоустройства города и закон о чистоте и порядке территории Нижегородской области. Весной особенно видно, что население нашего города совершенно недисциплинированное. И транспортные средства размещают так, как им удобно, не задумываясь о том, что нарушают травяной покров, растительный покров и выносят грязь на колесах на проезжую часть, что во дворовой территории, что на уличную дорожную сеть. На сайт администрации в ДГХ приходит большое количество сообщений о нарушении правил парковки. Также автохамов выявляют в процессе объездов. По словам Татьяны Голубятниковой, главный аргумент из уст нарушителей – отсутствие запрещающих знаков. Однако незнание закона не освобождает от ответственности. Согласно части 2 статье 3.8 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях, нельзя парковаться на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях и пешеходных дорожках. Специалисты ДГХ уполномочены только возбуждать административные дела, то бишь составляем протоколы. И материалы дальше направляем на административную комиссию на рассмотрение. По данной статье, часть 2 статьи 3.8, это размещение транспортных средств нарушения, значит предупреждения нет. Штраф предусматривается на физических лиц, в частности от 2000 до 4000. Если вы заметили автомобиль, припаркованный на запрещенной территории, можно оставить жалобу на сайте администрации, либо сообщить ДГХ по телефону 9 90 39. Обязательно нужно указать точное местоположение, дату и время нарушения. Апрель – месяц распространения информации об аутизме. Это неврологическое заболевание, нарушение развития, которое влияет на мышление, восприятие, внимание, социальные навыки и поведение человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня примерно каждый 59-й новорожденный имеет признаки расстройства аутистического спектра. Причем количество таких детей продолжает расти. Ребенок с аутизмом может родиться в любой семье, вне зависимости от национальности и социального положения родителей. Аутизм нельзя вылечить, но можно научиться жить с ним. Аутизм начинается в первый год жизни ребенка. Явно увидеть его можно в два года. Выявляют и ставят диагноз ближе к трем. Специфических методов обследования не существует. Электроэнцефалограммы или МРТ идут в помощь специалисту. Но чаще он опирается на свои наблюдения. Ребенка-аутиста распознать несложно. Такие дети зачастую отгорожены от внешнего мира, не желают взаимодействовать с окружающими, имеют речевые и эмоциональные нарушения. Часто такой ребенок не употребляет в своей речи местоимение «я», говорит о себе во втором или в третьем лице. У аутистов задерживается формирование навыков опрятности. Он не общается с внешним миром. Он может не обращать внимания, когда обращаются к нему по имени. Игнорировать. Не допускать тактильного контакта, то есть когда до него дотрагиваются, до ребенка. Хотя есть дети, которые любят именно тактильный контакт. Он не смотрит в глаза. Собеседнику, независимо от степени родства, то есть знакомый человек незнакомый. Степень аутизма разная. Бывают грубые нарушения в развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью. А бывает наоборот. С возрастом и под влиянием терапии проявления аутизма сглаживаются. И по мере взросления остаются только личностные особенности. Есть в нашем городе дети с диагнозом аутизм, которые закончили обычные школы и поступили в вузы. Нашли свое место в социуме и научились взаимодействовать с людьми. Хотя чаще всего аутисты ходят в сад для детей с речевыми нарушениями, учатся в коррекционных классах или находятся на индивидуальном обучении. Из года в год количество аутистов растет. За последние пять лет в Сорове количество детей с таким диагнозом увеличилось более чем в два с половиной раза. Заболеваемость растет и по всей стране. Заболеваемость за предыдущие, если брать 14, год, сейчас 21, за 7 лет, она растет, но это не эпидемия. То есть да, заболеваемость растет, но нельзя сказать, что это переходит разряд эпидемии, у нас аутистов там очень-очень много. Аутизм не приговор. Главное для родителей принять этот диагноз и понять, какие у их ребенка сильные стороны и развивать их. К тому же сейчас существует очень много методик, по которым специалисты занимаются реабилитацией детей-аутистов. Есть несколько видов коррекции важных, медикаментозной в том числе. Но в любом случае на первое место выходит психолого-педагогическая коррекция. Это направлено на то, чтобы развивать их сенсорное развитие. Обучать их, да, сенсорное, это у нас и слух, и зрение, обучать контакту, обучать пониманию обращенной речи, взаимодействуя, то, чтобы откликался на просьбы, да, выполнял инструкции, мог эти инструкции принять, понять и сделать. Показывать ребенка с аутизмом специалисту следует не реже раза в квартал, при прохождении медикаментозной терапии раз в три недели или в месяц. В последнее время проблемам аутизма уделяют больше внимания. Сейчас в Нижегородской области живут более 1 тысячи детей с диагнозом «РАС». Для них в марте в Нижнем Новгороде открылся ресурсный центр. Он станет для семей единым окном, где можно получить помощь и поддержку специалистов. В центре составят индивидуальный маршрут для получения услуг в сфере соцзащиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта и занятости. Первенство города по пулевой стрельбе прошло в Тире на базе 14-й школы. Соревнования длились три дня. В них приняли участие около 80 человек. Воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и юно-армейцы. Подробности далее. Еще совсем юные ребята умело справляются с тяжелыми винтовками. За секунды перезаряжают их и точно попадают в цель. В городских соревнованиях по пулевой стрельбе приняли участие как юноши, так и девушки. В первый день спортсмены выступали в дисциплине, стрельбая с пневматической винтовки на 10 метров. Именно вот эта дисциплина, которая пневматическая винтовка 10 метров, из положения сидя, с упора, это, скажем так, массовое упражнение, где можно получить значок ГТО, то есть конкретно тут потренироваться. Александр Решетов занимается стрельбой с 8 класса и хочет в будущем поступать в военное училище. В городском турнире по пулевой стрельбе он выступает впервые, но ежегодно участвует в различных соревнованиях по другим дисциплинам и делает все возможное, чтобы показывать лучшие результаты. Мы брали уже три года подряд, берем первые места именно по зорнице городского этапа, ездили на зеленый этап один раз в 2016 году. К сожалению, в прошлом году из-за коронавируса мы не смогли поехать, и вот сейчас будем езжать на 23 по 24 число. В отличие от других видов спорта, где спортсмены соревнуются прежде всего друг с другом, в пулевой стрельбе стрелки ведут самый трудный из поединков с самими собой. Выдержка, сосредоточенность и внимательность помогли участникам первенства добиться отличных результатов. По итогам первого дня первое место среди девушек заняла Веренея Белкина. Среди юношей Леонид Мармышев. Сегодня работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.